Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 25 марта, и сегодня мой первый выпуск, я считаю, будет на очень важную тему, архиважную, о которой мы с вами говорили несколько дней назад. И я спешу вас обрадовать. Решение по этим вопросам, двум вопросам, связанным с гуманитарной помощью, поставку гуманитарной помощи на территории Украины, которая не подконтрольна Киеву, а также о создании военно-гражданских администраций, принято. Что это может дать и как это дальше будет выглядеть? Насколько я понимаю ситуацию и как я вижу то, что уже происходит, ну, например, как это выглядит на южных территориях, которые были освобождены, это Херсонская, Запорожская область. Обратите внимание, что буквально вчера появились сообщения о том, что бюджетникам освобожденных от киевского режима областей начали выдавать заработную плату. Это не потому, что кто-то кого-то хочет купить, просто людям как-то надо за что-то жить. Люди не виноваты, что они очутились в зоне ведения боевых действий. Им просто нужно помочь прожить вот эти несколько месяцев, пока жизнь постепенно наладится. И как я вижу на примере Херсонская и Запорожских областей, эта практика далее будет внедряться на всех территориях освобожденной Украины. То есть люди бюджетной сферы будут получать заработную плату. Также постепенно будут зачищаться вот эти гарнизоны так называемой территориальной обороны, на самом деле группы бездельников, которые по наивностью считают себя украинскими вооруженными силами, чтобы дальше можно было налаживать в этих городах и поселках нормальную жизнь. Это касается сейчас в первую очередь Черниговской и Сумской областей, где эта ситуация, как я показал в материале несколькодневной давности, уже реально начинает выходить из-под контроля. Я так понимаю, что в ближайшие несколько дней, возможно неделю, может быть две, здесь ситуация будет радикальным образом изменена. И, например, мне тоже пишут в личку жители некоторых украинских городков Черниговской области, сейчас не буду называть их, что действительно российские войска, по примеру Энергодара, окружили их населенный пункт и требуют от местной территории обороны сдачи. А еще обратите внимание, как заметно за последние два дня изменилась тактика ведения боевых действий вооруженными силами Российской Федерации против гарнизона Чернигова. Его взяли в жесточайшее жесткое кольцо и теперь он никак не может влиять на жизнь региона. То есть паука изолируют, а его паутину разрушают. И таким образом будет наводиться порядок не только на Черниговщине, но и на Сумщине. И люди здесь тоже очень быстро поймут, что Бандеровщина и Бандеровская власть на эти территории больше никогда не вернется. Это важнейший ключевой момент, потому что люди, которые не мирились с тем режимом, который был, они просто боятся, они запуганы. Им сегодня запрещают получать гуманитарную помощь, то есть высылают видео из того или иного поселка Черниговской области, где россияне уже раздают гуманитарную помощь, что вот мы якобы отказываемся от тех, кто берут. Списки этих людей публикуются, как списки предателей. Я хочу напомнить тем людям, которые делают это сегодня в Черниговской и Сумской областях. В Запорожской и Херсонской областях такие же, как вы, начинали ровно так же, как вы. И таки да, первое время люди их боялись. Сегодня их уже перестали бояться. А вот эти так называемые патриоты с соплями сегодня дают показания, что они не знали, что они понимают, что они совершали нехорошее событие. Повторяю, в Черниговской и Сумской областях будет ровно то же самое. То есть никто цацкаться не будет. На самом деле информации на каждого из вот этих агитаторов, которые себя засветили уже как новогодняя елочка с 31 декабря на 1 января, вагон и маленькая тележка. Поверьте, в 21 веке не бывает анонимности. Вы же понимаете, что гугл помнит все. И не только гугл. Поэтому я прошу все мирное население Черниговской и Сумской областей в первую очередь быть разумным. И сделать так, чтобы потери гражданского населения на территории Украины были как можно меньше. Это не ваша война. И так с этим вопросом понятно. Следующий вопрос, который мне часто задают люди, которые сегодня в свое время покинули территорию Украины, живут например в России, что нам делать, как мы можем помочь вот этим самым военно-гражданским администрациям. Здесь я хочу обратиться к Олегу Цареву, экс-депутату Верховной Рады Украины, последней Верховной Рады, которую я считаю лично легитимной. На сегодняшний момент такие структуры формируются, опираясь на структуры Министерства обороны Российской Федерации. Любой желающий бывший гражданин Украины и не только бывший гражданин Украины может обратиться в военкомат по месту жительства. И по данным Олега Царева им все инструкции, как дальше поступать, уже спущены вниз. В общем, подытожу, со вчерашнего дня война на Украине перешла в новое качество. Теперь это уже полноценная борьба за Украину. За умы ее граждан и за то, чтобы на этой территории больше никогда не было вот такого режима, который учит людей не любить свою страну, а ненавидеть других. А еще на этой территории не должно быть режима, который использует методы терроризма. И здесь я хочу обратить внимание на вчерашний вопиющий случай, обращение мэра Купинска по поводу того, что СБУ задержали его дочь, которая оставалась на подконтрольной Украине территории. И которой угрожают физической расправой в связи с политическим выбором ее отца. Я хочу обратиться к тем спонсорам киевского режима, которые поставляют ему сегодня оружие, политическую поддержку. Вы поддерживаете в том числе и такие методы борьбы? Тогда чем вы отличаетесь от террористов? Если действительно с этой девочкой что-то случится, то отвечать за все это будете в том числе и вы. Те, кто помогает режиму, использующему такие методы борьбы. И пользуясь также случаем, я хочу обратиться к международным правовым организациям. Достучитесь до своих правительств и наведите там порядок у своих халуков, в которые в своей ненависти переступает грань человечность. Вот это то, что я хотел сказать в данном материале. Следующий материал будет посвящен военной сводке. До свидания.